Если у вас есть всего два выходных дня и вы хотите отдохнуть, расслабиться и наполниться новыми впечатлениями, наш совет – езжайте в Париж. И что мы однозначно рекомендуем в Париже – не торопиться. Увидеть все достопримечательности за один уикенд просто невозможно. Расслабьтесь и получайте удовольствие в самой романтичной столице мира. Первая достопримечательность – Эйфелевая башня. Да, разумеется, Эйфелевую башню посмотреть действительно стоит. Особенно после заката, когда она начинает мерцать бенгальско-шампанскими искорками. Но смотрится просто волшебно. А вот подниматься на Эйфелевую башню мы не рекомендуем и не стоит бросаться в меня камнями. Правда, вид на Эйфелевую башню стоит посмотреть. Но подниматься на нее можно убить энтузиазм самого отъявленного оптимизма. Нужно выставить очередь, чтобы зайти на территорию, чтобы купить билет, чтобы подойти к башне, чтобы подойти к лифту и так далее. Не тратя на это свое драгоценное время. Наслаждайтесь видом на эту великую достопримечательность. Эйфелевая башня в высоту составляет 324 метра. Ее вес 7,5 тонн. Была спроектирована и построена в 1889 году мостостроителем-инженером Гюставом Эйфелем ко Всемирной архитектурной выставке. На протяжении более 40 лет Эйфелевая башня была высочайшим сооружением в мире, пока в 1930 году ее не обошел Крайсер Билдинг в Нью-Йорке. Отметим, что цвет Эйфелевой башни меняла так же часто, как и цвет волос модной парижанки. От светло-желтого до красно-коричневого. Сейчас Эйфелевая башня остается в своем неизменном цвете, кстати, запатентованным как Эйфелево-коричневый. Вторая достопримечательность, которую мы выделяем, это прогулка по сене. Прямо под Эйфелевой башней находится пирс, на котором вы можете взять прогулочный катер и прокатиться по сене, наслаждаясь ее видами. А вот пользоваться услугами аудиогида мы не рекомендуем. По нашему, возможно, неудачному опыту эти аудиогиды очень виснут и вообще непонятно, где ты находишься. Поэтому либо берите живого человека, который будет вам рассказывать, где вы проезжаете, либо просто получайте удовольствие от прекрасных видов. Обратите внимание, в зимнее время пирс закрывается. Следующая достопримечательность по списку, но не по значению – Триумфальная арка, которая по праву считается основной достопримечательностью Парижа наравне с Эйфелевой башней. Вот сюда мы однозначно рекомендуем подниматься. Очереди не так уж и долгие. Стоимость билета что-то плюс-минус 9 евро. Но когда вы поднимаетесь на Триумфальную арку, вам открывается прекрасный вид на Париж и улочки, которые лучиками расходятся от этой арки, будто бы вы находитесь в самом центре мира. Ощущения непередаваемые. Обязательно стоит туда поехать и подняться на это величественное здание. Размеры достопримечательности впечатляют. Высота составляет 49 метров, а ширина – 44 метра. Высота свода – целых 29 метров, почти 30. Своды арки украшают скульптуры дев, трубящих фанфары – символ Победы. Триумфальную арку установили по приказу Наполеона, но сам он так и не дожил до окончания работ, которые начались в 1810 году и завершились только в 1836 году. Монмартр – воистину центр свободной молодежи. Проехать туда обязательно стоит посмотреть сувенирные лавки, секс-шопы. Вы можете нарисовать свой шар или портрет на площади Тетр. На Монмартре находится Бюст Далиде – величайшая певица, которая также проживала в Париже. Есть такое предположение, что если потереть бюст за бюст, то придет счастье в любви, стоит попробовать. Посетите Монмартр и Париж не станет для вас прежним. Собор Базилика Сакракер. У этого места особое очарование. Зайдите сюда, не торопитесь, побудьте в тишине. В этом месте рождаются истинные молитвы. Этот собор был построен в 1914 году как памятник франко-прусской войне. А смотровая площадка у подножия собора открывает великолепнейшую панораму. Когда есть ясная погода в Париже, можно увидеть красоту города на 50 км вперед. Поедьте туда. Музей Орсе. Если в Лувр мы не советуем ходить человеку, приехавшему в Париж на несколько дней, очень утомительное это мероприятие. Очереди огромные. И все внутри Лувра очень запутано. Но вот в музей Орсе ходить однозначно стоит. Во-первых, очереди поменьше. И количество произведений, которые там можно посмотреть, ну как-то хотя бы реально охватить. Хотя бы за один день. Музей находится в здании старого вокзала. И здесь собраны самые разнообразные виды искусства. Живопись, скульптура, театральная скульптура, театральное творчество, мебель и многое другое. Однозначно советуем покупать билеты онлайн. Сохраните свое время для просмотров шедевра Моне и Ван Гога. Следующая достопримечательность Кабаре Лидо. Акробатизм, грация, фееричность, харизма. Это все настигнет вас, если вы решитесь посетить это эпатажное Кабаре. Кабаре существует с 1946 года. И шеф-поваром этого заведения является Филипп Лакроа, который щедро угощает каждого гостя полбутылкой шампанского. С 1946 года Кабаре Лидо открывает свои двери каждому, кто жаждет посмотреть на прекрасных женщин и зажигательные танцы, послушать хорошую музыку и вкусно покушать. А все танцовщицы Кабаре проходят тщательный отбор. Они обязаны находиться в изначально установленном весе и объемах тела, в противном случае их не допустят на сцену. Опера Гарнье, величественное здание которого есть смысл посмотреть, даже не посещая спектакль или представление. Колонны, огромные мраморные лестницы, все здесь дышит роскошью и стариной. Фильмы, которые могут вдохновить вас на поездку в Париж, а также все адреса достопримечательностей, о которых мы сегодня говорили, вы увидите в описании видео внизу. Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться своим опытом поездки в Париж, буду рада видеть вас в наших комментариях. Если вам было это видео полезным, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Amrita. С вами была Алёна Фёдорова. Au revoir!